Несмотря на обещанное синоптиками потепление, погода продолжает показывать свой капризный характер. Город завалило снегом, а многие челнинцы уверены, убрать вовремя городские службы его попросту не успеют. Пенсионер Валентин Евсеев, описывая работу коммунальщика в четвертом комплексе, другого глагола, кроме как «халтурят», подобрать не может. Говорит, что пешеходные тропы тут вообще не чистят и дойти до магазина проблема. Да и дороги, разделяющие четвертый, пятый и шестой комплексы нового города, часто занесены снегом. Автомобили подолгу не могут разъехаться. Случаются аварии. Три дня назад, три было столкновения. Вон там было столкновение. Вот здесь и вот тут. Нельзя было вообще проехать. Поэтому тротуары, машины ездили. Вот здесь я лично упал, шел из магазина, упал, блин, на этот самый. Плошня полностью на спину. Чуть не это, не переломал. Видно, что местные проезды не так давно в этом районе все же чистили. Однако, что касается тротуаров, то тут с пенсионером согласно большинство. Никто из запрошенных нами не видел, как этой зимой где-то поблизости убирали пешеходные дорожки. Вокруг чистый снег и лед. И никакого песка. По-моему, ничья территория, я не вижу, что убирать. Снега много. Просто вот чуть ли упали. Тем не менее, сегодня утром, и это уже стало традицией, деловых понедельников, мэр снова попросил ответственные службы не расслабляться, не жалеть песок и соль. Сейчас погода такова, что возможны резкие перепады температуры. А это обычно приводит к аварийной ситуации. На дорогах еще и портит асфальт. Несмотря ни на что, снег вывозить, вывозить, вывозить. До таяния, чем больше снега из города вывезем, тем больше мы сохраним наши дороги, наши асфальты. Поэтому не останавливаемся, круглосуточно надо выносить. Однако сугробы со льдом на призывы из мэрии не реагируют. Как лежали на улицах, так и продолжают лежать. Например, те же развороты заполнили снегом, а отвалы по краям до сих пор закрывают обзор. На улице 40 лет победы асфальты не видели с прошлого года, разве что местами в прорезях опасной колеи. По Новому городу сегодня курсировали три колонны предприятий автомобильных дорог. Сюнбеке, Туфана, Дружба народов. Основные проспекты и тени легко отбить от наледи. Даже спецтехника застревает. Также работают грейдеры и снегопогрузчики. Всего 54 единицы техники в смену. Это далеко не весь арсенал, говорят дорожники. Но этого вполне достаточно, уверены они. Если осадков сегодня больше не будет, то ночью планируют даже сократить количество спецмашин и сосредоточиться на вывозе снега. Значит ли это, что к утру мы увидим вычищенные до блеска дороги? Егор Орлов, Андрей Буслаков, Ильнар Мустафин, СТВ, 5 канал.